Я приветствую всех моих подписчиков, всех моих зрителей. Сегодня решил поделиться с вами конструкцией, точнее устройство, предназначенное для индукционного нагрева. На данный момент мощность устройства в 1 кВт. Схема была изготовлена под заказ. Низковольтное питание, питаю от 40 В, напряжение питания. Позже я покажу, как выглядят блоки питания. Насчёт инвертора. Инвертор по двухтактной схеме, подразумевается инвертор индукционного нагревателя. По двухтактной схеме ёмкость с применением параллельного резонанса, регулировка частоты от 20 до 70 кГц. Контур и конденсаторы настроены на резонансную частоту, точнее, работы индуктора в районе 55 кГц. Индуктор в моём случае где-то 5 витков. Это труба медная, сечение где-то 16-18 квадратов. На данный момент без охлаждения, поэтому индуктор буду включать кратковременно. К тому же у меня силовые ключи на довольно малых теплоотводах. Предусмотрено охлаждение блока, но, конечно же, я всё это дело пока не завершил, поэтому будем включать кратковременно. Запустил, точнее, уже всё это дело. Давайте ещё не запущим, просто я вам покажу несколько нюансов схемы. Это в конце видеоролика поясню подробно, по какой схеме делал. Кстати, схема где-то половина с интернета, половина по моей задумке. Так, насчёт основных клемм. Индуктор будет, блок генератора будет расположен в отдельном корпусе. Блоки питания, в свою очередь, в отдельном. Два дросселя по бокам. Теплоотвод одновременно служит силовым выводом, из которого берутся шины. Тут две шины по 16 квадрат и подаются к индуктору. Две параллельные шины в одном плече. То есть, у нас четыре провода на 16 квадрат. Емкость конденсатора в 1,8 микрофарад, если не ошибаюсь. Брал высоковольтные конденсаторы. Давайте запущу я всю схему. Итак, для начала, у меня, кстати, имеется регулятор для регулировки рабочей частоты генератора. Вот это медная фольга. Давайте поплавим её. Мощность, напомню, в районе киловатт, но идёт очень-очень быстрый нагрев. Вот так. Это медь. Заказчик просил мне для нагрева, то есть, для плавки олова, давайте попробуем стальное лезвие, 2-миллиметровое лезвие от ножа, канцелярского ножика. Сколько времени нужно, чтобы нагреть это лезвие до, скажем, температуры в 700 градусов, даже чуть больше, при использовании бутан-зажигалки с температурой пламени до 1100 градусов. Давайте попробуем, сделаем небольшой тест. Нагреваем лезвие, нагреваем, нагреваем. Даже вот эта малая часть не нагревается. Нужно где-то, вот я вижу, чуток покраснело лезвие, но это, конечно же, трудно считать полноценным нагревом. Давайте с индуктором попробуем. Включил я индуктор. Внимание! Пуск. Моментальный нагрев идёт. У меня, не знаю, как на камере будет видно, где-то оранжевого свечения. Вполне нормально. Напомню, что это не максимальная мощность индуктора. Я просто для страховки, поскольку охлаждение у меня не включено. Питающее напряжение 32 В вместо 40 В, которым я собираюсь в итоге питать. Ну и, в конце концов, олово, которое нужно было для плавки. Человек, который заказал, буду использовать олово с примесями. То есть, это свинец, по сути, но, конечно же, у меня нет нормального свинца, поэтому мы будем использовать обычное, как бы, ох, с примесями. Вот плавится всё тут. Думаю, продолжать нет смысла. Блин, горячее очень. Это китайское олово, напомню, с примесями. Всё расплавилось там. Под контуром видим. И советское, более чистое олово. Сейчас мы будем попробовать расплавить. Я чистоту чуток повращаю. Одновременно будем вращать, поскольку олово плавится при некоторой чистоте. Вот, тихонько идёт у нас на... Ой, блин. Расплавилось, в общем. Ну, олово довольно-таки нетугоплавкое. Можно её расплавить. Контур нагрелся до довольно высокой температуры. Это вполне нормально. Тут текут гигантские токи просто через контур. Вот у меня стенд, то есть, держатель, основной клеймник из пластика. Тоже видим, как он расплавился. В итоге, конечно же, всё это будет, дело будет охлаждаться. Клиент уже подготовил систему охлаждения, как я понял. Ну, что остаётся добавить насчёт индуктора? К сожалению, мне не утащить сейчас перевернуть его, поскольку температура контура такая высокая, что если я положу контур на стол, то наверняка всё, что там есть, сгорит. Это всё дело, напомню, я не включал охлаждение, поэтому всё довольно горячее. Конденсаторы, в свою очередь, тоже горячие, но это довольно-таки нормальное тепловыделение на них с охлаждением. Конечно же, всё это дело будет не так греться. Я бы сказал, даже вообще не греться. Предусмотрел два отдельных кулера для блока инвертора, индукционного нагревателя. Но сами блоки питания у меня готовые. Это 40-амперные блоки питания на 12 вольт от светодиодных лент. Но с переделкой эти блоки питания стали выдавать 22 вольта каждый блок питания. То есть, максимально 22 там с чем-то где-то 23 вольт. Я их последовательно подключил, предварительно блоки защиты так настроил, чтобы не сработали. Кулеры работают только при перегреве. Кстати, у них встроенное отдельное охлаждение имеется, которое работает только при перегреве. Датчиком служит обычный термистер с отрицательной температурной зависимостью. Вот так у меня выглядит контур. Он такой горячий, что пластик превратился в какой-то салфановый пакет. Провода 16 квадрат тоже горячие. Двойная шина по 16-32 квадрата, то есть, в каждом плече у нас. Дроссели 3-х миллиметровым проводом, каждый дроссель. И тут довольно крутые клеммники у меня. Как бы вам показать, чтобы было всё ясно. Вот сами клеммники. Вот силовой агрегат. Это преобразователь. И охлаждение в виде кулера, которое у меня не было подключено. Ёмкость, как уже сказал рабочая, составляет 1,8 микрофарад. Но ток можно без проблем увеличить. Просто двойную ёмкость можно. В общем, чем больше ёмкость конденсаторов, тем больше, по идее, ток в контуре. Вот такие блоки питания. Ой, всё-таки неудобно показывать. Сейчас я попытаюсь всё это дело чуть в сторону поставить. Ну, в общем, вот такие блоки питания. То есть, с них выходит напряжение. Это последовательные блоки в алюминиевом оформлении. Спереди контакты, клеммы и регулятор напряжения. То есть, с помощью вот этих регуляторов, их два, можно поднять и понизить выходное напряжение. Этим увеличивая, уменьшая мощность схемы в целом. Рабочее напряжение где-то можно подтянуть до 46 Вольт. При этом блок питания, то есть, индукционный нагреватель может нам отдавать мощность где-то в 1200-1300 Ватт. Расчётная мощность, ну, с учётом потерь, не знаю, сколько будет, но, в общем, больше 1000 Ватт, конечно же, блоки питания у меня могут отдавать где-то 1500, если не ошибаюсь. Я как-то рассчитал 1400 с чем-то Ватт было. В дальнейшем, что планируется сделать? Планируется собрать вот такой корпус для индуктора, то есть, для основного силового агрегата. Поместить обязательно в пластиковый я хочу, поскольку индукционник сделан так, что вот в стандартных индукционниках для нагрева железа, вообще почти все промышленные индукционные нагреватели делаются только для нагрева железа. Если нужно разогреть какой-то другой материал, то просто берётся тигель из железа, туда забрасывают материал, который нужно нагреть, и всё. Но этот индукционник может нагревать как алюминий до плавления, скажем, медь. Вы видели, это медная фольга была раньше. Там железо, олова, ну, в общем, всё, что нужно, можно этим индукционным нагревателем без проблем нагреть. На этом, друзья, всё. С вами, как всегда, был АК Касьян. Напомню, устройство было сделано под заказ. Если нуждаетесь в таком устройстве, то пишите мне на мыло. До новых встреч, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok